какие пункты первое несколько слова предательстве как вы думаете плохо предавать человека или хорошо давайте я вам отвечу сразу да плохо почему-то в мире так все устроено что из всего что человек может сделать предательство очень часто приравнивается к убийству то есть считаю что предатель это хуже чем убийца там убил защищаясь это лучше чем предал не заслуженно или заслуженно а вы знаете что в большинстве своем бог любит людей а доказательством того что бог любит людей является вот что бог создает человека и дает ему жизнь и в тот момент когда человек рождается то задача человека просто прожить где жизнь является самой большой как я говорил на прошедших вебинарах самой большой драгоценностью для человека которую и должен ценить человек и в общем-то должен на это обращать внимание то есть чему я это говорю обычно человек говорит я хочу найти счастье за границей я стану богатым и после этого я буду счастливым я буду с ней жить и от этого буду счастливым и так далее не понимая что все что в нашей жизни происходит это все какой бы поиск не происходил и чтобы вы не достигли это радости не принесет человек мечтает стать очень богатым человеком его мечты очень часто исполняются но когда он достигает и начинает зарабатывать большие деньги то кроме спокойствия радость не приходит все говорит вот если бы у меня появился mercedes я был бы самым счастливым человеком появляется mercedes он в него садится и ровно через пять дней уже этот mercedes его не вдохновляет человек стремится к этому он начинает ставить новые цели вот теперь когда у меня появится там вот такие наушники я буду счастлив вот такая надежда одежда я буду себе вот такой муж я буду счастлива и я стану худее буду счастлива и там поменяю зубы стану счастливы грудь себе нацеплю буду счастлива и там дом побелю буду счастлива дети поступят буду счастлива это происходит и счастье не возникает и очень часто это нонсенс для многих людей потому что человек говорит я так стремился я думал что моя нарисованная картина была такая в тот момент когда это получу то я буду очень счастливым момент этот произошел в тот момент когда это происходит части не возникает почему после человек думаешь что счастье появится она будет вечным она скоротечная мимолетная почему все что дает материальный мир человеку они она не может долго приносить человеку счастье она скоротечна а скажите вот много денег у человека допустим там человек живет в достатке возможно живет даже с любимыми людьми и он в своей жизни там достаточно свободен но не знаю счастлив не счастлив скажите он может это с собой забрать в момент своей смерти тогда если поставить на две стороны весов с одной стороны что дороже большое количество денег или жизнь отношения или жизнь то человек обычный он психически здоровый то он обычно выбирает жизнь потому что она самая дорогая ну и если рассматривать с этой стороны то тогда получается если для нас наша жизнь является самым дорогим или самой дорогой драгоценностью то тогда для того чтобы быть счастливым нужно просто на свою жизнь обращать внимание и и и ценить таким образом если ценить жизнь как драгоценность если ценить жизнь как бы испевая нее если ценить жизнь так чтобы ощущать что ты живешь то эта жизнь становится прекрасной и так найди в себе тепло или найди в себе вот здесь состояние доброты и начни ценить жизнь создавая вокруг себя комфорт и ты будешь свободным радостным и счастливым человеком вот вам эзотерика или ее философия конечно нарушая основные принципы философии или философские взгляды человек очень часто говорит но я зато андрей андрей чуть по 6 часов читаю мантры вы понимаете допустим есть рама от велосипеда если на эту рамой является философия то о чем сейчас я говорю а мантры или заклинания являются двигателем и вы представьте велосипед на который ставится двигатель от porsche cayenne или велосипед трехколесный детский на который ставится допустим двигатель от мерседеса какого-нибудь или от трактора и после этого может ли такой велосипед выдержать или ехать ну и не может и вот об этом я очень часто и говорю самая большая драматичность эзотерики и то что делает эзотерику на самом деле очень опасной для людей это преподавание эзотерики без философских идей и преподавание философских идей без самой эзотерики одно без другого она к сожалению не только не действует а является деструктивным и очень мощно разрушающим человеческую судьбу методом именно поэтому эзотерику необходимо начинать изучать вместе с философией так как философия это и есть рама на которую потом виде определенных методов сама концентрации или возможно там медитации или возможно эзотерических практик произнесения кодов заклинаний каких-то слогов ритуалов и так далее это все топливо и это все топливо для двигателя и это двигатель на раме который является философия нет философии есть очень много практик велосипед можно поломать именно это часто в наших рядах и происходит чего допускать нельзя именно для этого для того чтобы подтянуть в общем-то философию у тех людей которые занимаются собственно моей эзотерикой я и провожу вот такие встречи в пятницу далее вернемся все таки к предательству но если предательство является сейчас женя а может закрыть шторочки если фактически предательство является для человека такой чертой который простить невозможно вас предавали это было неприятно я могу ответить всегда любое предательство но неприятное не хорошо относишься к человеку который не отдает деньги он фактически тебя предает просто говорит я тебе там да это сделала потом раз и не сделал то есть всегда как бы плохо относились к тем людям которые вот лживые которые предают которые бесчестные да они даже создали особый клан гомосексуальный клан почему но ни для кого не секрет что люди которые находятся там зонах лишения свобода это люди которые используют там гомосексуальные акты но если человек использует гомосексуальные акты то фактически человек является гомосексуалистом то есть не бывает просто гомосексуалиста одного бывают те люди которые рядом с ним делают из него гомосексуалиста и пользуются его услугами они являются фактически тоже гомосексуалистами таких людей есть много я таких людей вижу постоянно я их называю таких людей знаете как я их называю там хороший вопрос задавали андрей андреевич вы верите в этих людей ящеров их называют их называют рептилии я сейчас к этому приду да я верю в то что рептилии существует я сейчас скажу где их искать и где их можно увидеть сегодня конечно об этом скажу ну что же о предательстве каждый из нас в тот момент когда он разочаровывается в тот момент когда он не доволен своей судьбой в тот момент когда человек говорит о том что как же меня эта жизнь задолбала в тот момент когда говорит мне это все остачертело я очень огорчен он фактически предает бога люди не должны предавать бога потому что бог тот кто дал для них жизнь для того чтобы они ее считали как ценность или их драгоценность и придавая вот такую судьбу свою или жизнь говоря слова что все как мне это задолбало сколько может не хочу больше зачем это все нужно и так далее человек придает никого-либо не себя и не близких он придает бога а скажите если человек другого человека предателя воспринимает плохо то может ли гипотетически бог воспринимать человека предателя плохо да если предательство многократное вот ваш сын вы представляете вы вложили в него часть себя и когда он родился выглядели на него и говорили какой же ты хороший какой милый будь счастливым а потом этот сын начинает расти и у него что-то получается что-то не получается и вы не имеете возможно с ним постоянно общаться находитесь на большом расстоянии и в тот момент когда он каким-то образом с вами начинает контачить то этот сын говорит как же мне это задолбало нафига ты мне родил вот зачем ты это сделал и мне это мне здесь плохо ты все создал это все плохо ты вообще виноват во всем скажите вам было бы приятно или нет когда собственное дитя из вашей плоти и крови вам будет говорить о том что вы какашка это что вы для них создали это самая большая глупость это же является предательством уважаемые господа люди как бы вам ни было в жизни старайтесь максимально своей жизни не разочаровываться потому что это является предательством и потом это является эзотерической практикой которая так ломает вашу судьбу что в дальнейшем ее собрать необходимо будет метлой а вы как хрустальный бокал который бьется об землю и после этого его собирать необходимо долго долго именно поэтому грех жаловаться на судьбу грех говорить о том какая она у вас плохая грех считает что ваша судьба не удалось грех почему жизнь драгоценность люди которые живут в этой жизни считаю драгоценностью получают хорошую оправу виде великолепной красивой судьбы вот так вот такая философия